Ссылка на Яндекс Дзен. Все думают, что это 9 разных моделей. Нет, 1, 2, 3 модели с разной мощностью. И ссылка в Телеграм. Привет, вы на канале Моспочин. И сегодня такой вопрос. Все выбирают Бош, и все спрашивают, а какой Бош взять? Там столько моделей. Моделей на самом деле не так уж и много, чтобы в них разобраться. Вот здесь мы вам повесили несколько колонок, и поможем сегодня разобраться, какую же вам выбрать. Начнем с того, что все колонки разделяются по мощности. Их можно разделить всего лишь на три категории. Это на 10 литров в минуту нагревает воду, на 13 литров в минуту нагревает воду, и на 15 литров в минуту они нагревают воду на 25 градусов, повышая температуру воды от входящей. Все остальные более мощные колонки, они идут больше для частных домов. Мы, к сожалению, такие не ставим, не занимаемся. Мы знаем эти модели, но так как у нас работа связана с внутриквартирным, в основном, газовым оборудованием, поэтому мы работаем с атмосферными колонками. Речь пойдет о них. Из 10 литровых колонок есть либо пьезовая, либо от батареек, либо от гендер-генератора. Сразу непонятно, но это сейчас мы тоже объясним. И есть еще одна модель десятая, то есть три мощности на три модели с разным розжигом. Получается 9 плюс одна упрощенная модель Bosch V10KB. Это вообще отдельная колонка, мы ее называем китайская. Она, в принципе, хорошая. На ней точно такой же теплообменник, как на 10-литровых обычных колонках Bosch V10KB. Но автоматика более простая. Она похожа на автоматику, вот как на Неве, например. Вот, укажу вот здесь. То есть здесь водяной узел, как мы называем китайская автоматика, МК, батарейный отсек, блок розжига. То же самое вот на электролюбке, вот посмотрите, вот можете посмотреть. КБшки у нас, к сожалению, здесь нету. Как мы ее называем, КБшка? Bosch V10KB. Блок розжига, клапан, микрик, водяной узел. Просто поменьше водяной узел. Батарейки, видите, даже отсек одинаковый. Пожалуйста, заносите. Вот здесь через пленку, ну тоже видно. Водяной узел, газовый, клапан, блок розжига управления. Вон там микрик стоит. Такой же батареечный отсек. Нева 4510. Вот видите, вот оно, вот очень похоже. Узел-то, можно сказать, такой же на Bosch. Вот она и выглядит точно так же. Так что, Bosch V10KB, это такой более дорогой Китай. Давайте теперь пройдемся по моделям, по розжигу. Смотрите, вот мы здесь приготовили. Вот у них даже все ручки одинаковые. Вот Bosch VR132B. Это значит, что она разжигается от батареек. Вот она подходит на VR132P. И на... Вот так снимем. Вот, кстати, по корпусу, видите, разница. Десятка и тринажка. И здесь она подходит на VR102P. Так. Вот так. Давайте мы их сейчас расчехлим. И я уже вам покажу, в чем разница. Bosch с гидрогенератором у нас здесь нету. Но разница с Bosch от батареек небольшая. Я сейчас даже вам напишу некоторые модели. Чтобы очень было понятно. Писать я буду потом здесь. Вот здесь. Приготовлю. Вот, смотрите, чтобы не путаться. Давай ближе. Берем колонки 10 литров в минуту. 13 и 15. И подставляем модели. VR10. Так. Как тут понятно сделать. VR10, например. Подставляем 10. Вот так вот. Вот так сделаем. VR102P. Что я написал? Вот так вот. P. Английское. VR10, 13 или 15. 2B. С розжигом от батарейки. Вот она. Покажи ее. Вот она. И есть еще третья. Разница по розжигу. VR10, 13 или 15. VRD2G. Это с гидрогенератором. То есть разница у этих трех разных моделей по мощности. Получается 9 колонок. Все думают, что это 9 разных моделей. Нет. Раз, два, три модели с разной мощностью. Моделей всего три. И четвертую сюда запишем вот так. VR10KB. Это про которую я говорил. Все. Один, два, три, четыре модели. У этой мощность бывает только 10 литров в минуту. По киловаттам там, смотри, в характеристиках надо. Не помню. Думаю, здесь понятно, да? Понятно объяснил я, оператор? Да. Супер. Теперь давайте конструктивно пройдемся. VR102P. И VR132P. Разница, посмотрите, в чем. Низ весь одинаковый. Все так же. Абсолютно разный только теплообменник и размер горелки. У 15 литровый будет теплообменник вот такой вот. То есть больше. И горелка будет, соответственно, длиннее. И все. Разницы нет. Что у нас там есть теплообменник где-то? О! Смотрите. Наглядный пример. Вот. Можно посмотреть, насколько теплообменник больше 13-литровой колонки. Вот так вот. Видите? Это бошеский теплообменник. И насколько он больше десятки. Он почти в два раза. И по высоте. Видите? Насколько больше десятки. И одинаково с тринажкой. То есть разница нет по высоте. Поэтому 13-литровые, они вот чуть больше. Это заметно. Смотрите. 10, 13, 15 вы показали. Три разных мощности. Чем меньше напор в квартире, тем меньше нужно выбирать литраж. Если вы когда открываете второй кран, например, в душе, а на кухне у вас уже открыта вода, и у вас на обоих кранах сильно падает давление, значит, напор у вас в квартире слабый. И, скорее всего, нужно под десятку. То есть, почему производители пишут на один кран, на два крана, на три крана? Это будет актуально, если вы когда открываете второй кран, то есть первый у вас открыт, открываете второй кран, на первом проток воды не меняется. У вас как там 5-7 литров шло, так и идет. То есть, большой разницы не будет. Тогда можно брать помощнее. Но если у вас общий проток маленький, берите 10-литровый. Если более-менее нормальный, то есть все это подбирается. У нас есть видео, как подобрать колонку по литражу. Берите помощнее, если очень большой напор, если у вас постоянно льется вода, берите, конечно, пятнашку. Такие квартиры тоже есть, но пятнашки редко. В основном десятки и тринашки идут. Так, давайте теперь пройдемся к модели. Смотрите, 10-2П. В чем у них разница? В пьезовой колонке, или, как их называют еще, полуавтомат. Чтобы... Почему полуавтомат? Потому что, чтобы ее зажечь, чтобы получить горячую воду, нужно сначала самому зажечь фитиль. Это нужно делать не каждый раз перед включением воды. Вы зажигаете фитиль один раз, он у вас горит постоянно. На ночь его выключать не нужно. Уходите на работу, едете на неделю в отпуск. Ничего страшного. Перекройте лучше в квартире воду. Автоматика, если вдруг что, она перекроет газ. Ничего страшного не будет. Наоборот, когда горит фитиль, он, во-первых, очень маленький. Теплообменник он не перегреет. Постоянно идет небольшой поток теплого воздуха через колонку. Меньше конденсата, дымоход всегда готов к работе. Вот на котлах фитили практически никогда не тушат. Они горят годами. Смотрите. Чтобы зажечь фитиль на пьезике, мы нажимаем кнопку. То есть, корпус одетел, чтобы наглядно было, как оно все было расположено вживую. Нет, на открытую. Вот здесь видите положение. Точка – это выключенный фитиль. Звездочка – это режим розжига. Когда вы нажимаете кнопку, вы просто открываете газовый клапан. То есть, нажимаем кнопку, там идет газ. Вот это пьезо. Почему она называется пьезовая? Потому что розжиг фитиля идет от пьезы. Это просто кнопка, которая дает искру. Вот она. Вот. Оп. Как на зажигалках. Бьет током пьезо. Вон, видно искру. Оп. С двух сторон. Вон она бьет по ладони мне. На зажигалках пьезо. Так и здесь. Это дает искру. Поэтому вы нажимаете, щелкните, зажигается фитиль. Эту кнопку держать не надо нажатой. Нажатой нужно держать эту. Для чего? Горит огонь. Нагревает термопару. Он же датчик контроля пламени. Как только термопар нагреется, даст электрический потенциал. И магнитный клапан у нас останется в нажатом положении. Пока термопара горячая, магнитный клапан находится в нажатом положении. Газ идет на фитиль. Как только термопара остынет, или какая-то будет неисправность с датчиками, все это потухнет. Зажгли. Переводим в рабочий режим. Вот эта регулировка, это я называю как ограничитель подачи газа. Вот этим движением, это не точная регулировка. Это вы ограничиваете подачу газа. Как здесь ручкой не крутите, а здесь полтора оборота, более точной регулировки температуры и протока. До упора вправо, самая горячая. Пол оборота, пол оборота и еще четверть. Как не крутитесь здесь на горячую, выше определенного, то есть примерно половины, не поднимет газ. Как только сделаете сюда, он как бы будет, то есть проход газ будет открыт полностью. Обычно в квартирах такой напор, что рекомендуется на максимум, и вот этой ручкой уже регулируете. Эта ручка, еще раз повторюсь, отвечает и за чувствительность к протоку воды. Если очень маленький напор, закручивайте ближе к горячей. Слишком горячая вода, тогда убавляйте. То есть если маленький напор, ближе к горячей, и можно тогда убавить. Это сделано для этого. Не знаю, понятно ли я сказал, непонятно. Так, снимаем. Это пьезные колонки. Водяные узлы у них, вот можно отсюда вот так поменять местами. Обычный простой обыватель не заметит разницы ни в работе, ни в внешнем. Так, также на ней датчик перегрева теплообменника, датчик контроля тяги. Как он работает? Теплый воздух, если идет не в дымоход, он идет мимо дымохода, он идет мимо дымохода, нагревает датчик, он размыкает цепь между термопарой и клапаном, газ перекрывается. Ясно? Верно мой датчик. 13-литровая от той отличается только размером, и 15-литровая отличается только размером. Следующая модель у нас идет, Бош, ВР-10, или 13, или 15, 2Б. Б, все очень просто. Батарейки. Вот здесь есть отсек для двух батарей. Сейчас покажу размер. Вот такого размера. Лучше брать алкалиновые, не солевые, а вот здесь так и написано. Алкалин. Размер ЛР-20, или Р-20. Алкалиновые работают лучше, дольше. Солевые у них, я не знаю, там пусковой ток, шельмейн. Здесь есть специалисты по аккумуляторам, расскажите, чем отличаются солевые от алкалиновых. Мы будем знать. Мы точно не знаем, но знаем, что алкалин вы лучше. Здесь вставляются две батарейки. А, еще нюанс. С новым Бошем они, кстати, в комплекте. Здесь система у нас 3-х вольтовой, да, получается? Да. В одну сторону идет, если плюс. Они идут плюсом в одну... Нет, она полуторавольтовая, наоборот. Это вот так будет 3-х. А когда вот так, это полутора. В одну сторону плюсом они так закрываются. Если открывается вода, то микрепу насик. Работает вообще, нет? Кнопку надо нажать. Работает. Колонка рабочая абсолютно. Это автоматическая колонка. Почему автоматическая? Чтобы получить горячую воду, вам нужно ставить батарейки. Ну, соответственно, подключить ее. Вот эта кнопочка должна быть утопленной. Всегда ее не надо выключать, когда уезжаете там или еще. Я всегда говорю, лучше перекройте воду, а не газ. Газ может выветриться в вентиляцию, если вдруг что. А вода будет выветриваться только к нижним соседям. Чтобы получить горячую воду, нужно только открыть кран. Она сама, вот я имитирую, например, чтобы пошел проток воды, микреп замыкает цепь, зажигается от искры фитиль, датчик контроля пламени, датчик ионизации его называют, контролирует, что фитиль зажегся и зажигает горелку. Происходит это примерно так. Вот этот клапан всегда открыт, вот этот клапан всегда закрыт. Это блок колпанов. Водяной узел здесь одинаковый. Вот это все вместе, вот это все алюминиевое, это газовый узел, это блок розжига и управления. Этот клапан всегда закрыт, этот клапан открыт. не всегда в смысле, а по умолчанию. Когда открываете воду, вот этот клапан открывается, идет газ через газовый узел, идет сюда, зажигается фитиль, датчик понимает, что загорелся фитиль, здесь загорается зеленая лампочка. Вот этот клапан, который всегда открыт, закрывается и газ выветривается через фитиль из газового узла. Фитиль гаснет, зажигается горелка, там такая мембранка, она отходит сюда и оттягивает газовый узел. Не газовый узел, а шток и открывает газ. Здесь регулировка такая же. То есть, чтобы здесь получить горячую воду, нужно просто открыть воду. Регулировка похожая, но более ступенчатая. здесь, как вы видите, кнопка регулировка газа и регулировка протока воды. Вот это минимальная подача газа и она вот так ступенчатая, максимальная. То есть, это также ограничитель газа. Если будет на минимуме, как вы здесь не делаете горячую, выше определенного, газ не поднимется. То есть, ищите баланс между протоком воды, температурой и вот этим регулятором. Также они бывают на 10 литров, на 15, на 13. Также здесь датчик контроля, датчик перегрева теплообменника и датчик контроля тяги. Так, что еще? В принципе, здесь все. Из дорогих деталей здесь, хотя мы сейчас не про ремонт, давайте чисто по моделям пройдемся. Теперь с гидрогенератором. У нас здесь их нету. Я привожу фото, как она выглядит. Разница на словах. Такие же ручки, такой же водяной узел, такой же блок клапанов. Только вот здесь вот нету батареечного отсека и блок управления розжига выглядит по-другому. Здесь еще такое окошко, в котором показывается температура и то, что как бы загорелась горелка. Также там могут показываться ошибки. И вот здесь вот, на входе в теплообменник, между водяным узлом и теплообменником, трубкой сделан по-другому, стоит гидрогенератор, который вырабатывает ток. Также там нету микропереключателя. Там выступает, как датчик протока, этот гидрогенератор. Когда открываете воду, гидрогенератор дает ток на блок управления и он зажигает как бы воду. Вот и вся разница. С гидриком они, мне кажется, вообще в ремонте самые редкие, да? Очень редко попадают. Вообще много. Ну, их как бы меньше. Оно, видите как, много пишут про Бош, что там какие-то они не такие, я вам скажу, что про то, что чего много продается, всегда будет много написано. Если Бош продает в год в России, вот в прошлый год, по-моему, или позапрошлый, нет, позапрошлый, по-моему, Бош продал больше 150 тысяч колонок. Я информацию это не проверял, это мне одни из дилеров сказали, что Бош продал вот за 21 год, по-моему, больше 150 тысяч колонок в России. То есть, представляете, какой объем, сколько про них будет написано, если каждый год ставится больше 100 тысяч? Бош. Только Бош. И разница, еще раз сразу скажу, у десяток, тринашек и пятнашек, в том, что вот здесь теплообменник считается, как 110-й, 110 миллиметров, вот теплообменник, дымоход. Здесь на 30-й и в 15-литровых абсолютно точно такой же, как на 13-литровых. разницы в подключении никакой, везде вход три четверти, выход, вот такой шланг болтается, полдюймовый, вход воды и газа три четверти, везде одинаково, вот так можете посмотреть, везде все одинаково, вот такой вот, на входе, штуцер, съемный на быстросъеме, на любой колонке и по газу, вот сами видите. Я думаю, я более-менее подробно, это просто, знаете, глядя, ну, люди обращаются в комментариях, пишут нам, что выбор, какой лучше борщ. Смотрите по протоку воды, смотрите, вообще изначально по протоку, а потом уже смотрите, хотите колоночку попроще, език, там ломаться нечему, хотите, чтобы фитиль не горел, пожалуйста, вот батареечный, хотите, ставьте на гидро, она от батареечной особо не отличается, не будете менять батарейки, батарейки сейчас тоже не дешевое удовольствие, кому-то как бы похрену на эти батарейки, а кому-то это дорого, 750 рублей, 600-700 рублей за две хорошие батарейки. Итак, что еще хотел сразу сказать, YouTube говорят уже, ограничивает уведомления в русскоязычном сегменте, да, как бы в своем русскоязычном контенте, что ограничивает просмотры, кому-то уведомления не приходят, не знаю, напишите, приходят уведомления, не приходят, например, новые, как вы ищете колонки, скорее всего, все подписчики новые, но на всякий случай, внизу ссылка на Яндекс Дзен, проходите, подписывайтесь, он вроде развивается, кому-то может быть даже будет удобней, и ссылка в Telegram, там публикации будет чаще, там будут какие-то текстовые публикации, например, ссылки на законы, на нормы, установки газовых приборов, поэтому все в описании, ну а с вас лайк, и ссылочка будет также на Яндекс услуги, если кто-то хочет обратиться к нам по ремонту, или вопросом связанных с газовой колонкой, пожалуйста, заходите на Яндекс услуги, нажимайте кнопку позвонить, или написать, или чат, связывайтесь, мы вам ответим, имейте ввиду, что иногда мы руками работаем, можем сразу не ответить, поэтому, если что, просто пишите. Все, кому понравился лайк, кому дизлайк, у кого-то есть свои 5 копеек, можете написать в комментарии. Все, всем пока. Спасибо.